Приветствую вас. Я, конечно, сочувствую вам. Я сочувствую ситуацию, в которой вы оказались. Она, безусловно, неприятная. Она, безусловно, очень, ну такая, я бы сказал, трагичная по сути своей. Она, эта ситуация достаточно тяжёлая, как мне кажется. Но, вместе с тем, вместе с тем, то, о чём вы говорите, мне кажется, мне кажется, что-то, о чём вы говорите. Это больше про некую такую, знаете, как будто бы жертвенность, что-то. То есть, мне очень плохо, меня унижает, условно говоря, мой муж, обсуждают меня и прочее. То есть, я не хвастаю меня не встану, это актуально. Да, у меня в голове думает, появляются, появляются всякие разные мысли. Тих, что делается, я не знаю, в этой ситуации. В принципе, это нормально, это правда, вы не знаете что-то, потому что вы себя не слышите совсем. Вот, вы понимаете, что вы не справляетесь, но вы говорите, что к психологу я не пойду. Как бы, ну, как иногда вам помочь, ну то, что вы думаете, что вы, ну как, как вы это представляете? А вот, что, что вы, например, написали свой вопрос, да, что вы написали свой вопрос, что вы у вас выучили. И все, и мы сейчас вам что-то скажем, мы сейчас вам что-то ответим, и все, проблема будет решена. Нет. У вас очень много боли, боли, это чувствуется. У вас очень много обид, это тоже чувствуется. То есть, это ощущение, что, у меня, по крайней мере, такое ощущение есть, что вы много, довольно много, эмэ... Себе... Себе... Подавляете. Вот, у меня есть такое ощущение, да, что вы совсем много, очень много подавляете. Осталось, собственно, наверное, понять, с чем это связано. Да, осталось, собственно, понять, с чем связано то, что вы себе много чего подавляете. И, соответственно, уже с этим разбираться. То есть, соответственно, как бы уже разбираться с тем, как вы пришли к тому, чтобы это подавлять. Ведь я не думаю, что вы пришли к тому как-то принципиально. Я думаю, что вы пришли к тому, что я не думаю, что вы пришли к тому резко. Я думаю, что вы пришли к этому как раз такие принципиально. И я думаю, что вы пришли к этому в результате своих, ну, в определенной степени, таких вот направленных действий, когда вы совершенно осознанно или, так скажем, полуосознанно, да? Наверное, наверное, к этому двигались, 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 и пришли. Вот. Поэтому я думаю, что к психологу вам обратиться нужно. Вот. И если в какой-то степени вы хотите, там, ну, не знаю, допустим, себя как-то вот из этого вытащить, да? Вытащить из вот этой вот ситуации, в которой вы оказались, то, если вы хотите себя вытащить в этой ситуации, то, мне кажется, вам нужно найти, найти возможности, найти силы, найти ресурсы для того, чтобы обратиться к специалисту. Потому что с этим может плохо, достаточно, как кончится. Вот. Значит, почему так случилось, и как? Как так вообще случилось? Ну, вот это очень интересный, конечно, момент, да? Ну, наверное, в первую очередь, что хочется сказать. Это то, что, вероятно, вероятно, что у вас изначально занижена такая вот самооценка. Изначально, изначально вы, ну, не очень в себе уверены, вот, изначально вы человек, который, ну, может быть, может быть, может быть, может быть, в себе занимается. Я знаю, человек, который боится, что он, например, останется один, человек, который боится, что его бросат, и в у меня души, наверное, подозревает, что никому не нужен. Ну, по крайней мере, так думаю, так думаю я. Вот, понятно, что могу ошибаться, могу быть, забрав, забрав, ну, вот, пока что выглядит это всё вот таким образом. Вот, не очень хорошим, надо сказать, для вас, конечно. Вот, и, соответственно, в этих направлениях вам и нужно двигаться, как мне кажется, для того, чтобы решить данную проблему. Так, вот, если я, условно говоря, прав здесь, то есть, ну, если я прав, вот, в том, что, говорю, если вы, там, условно, самые согласные, если вы, условно говоря, считаете, что это всё так, что я ошибся, вот, то вам нужно, вот, ну, ну, вам нужно двигаться, в этом направлении, вот, как бы там, что ни было, там, вот, потому что, ну, других вариантов, как мне кажется, нет. Вот, другие варианты, они либо отсутствуют, да, либо, если бы они, ну, если бы они были для вас приемными, вы бы, я думаю, сами бы ими воспользовались. Вот, то есть, ситуация здесь, она, да, достаточно такая, как мне кажется, очевидна. Вот, ну, и, что, что ещё хочется, что ещё хочется сказать? Ещё хочется, эээ, сказать, что, вот, необходимо вам, эээ, постараться с оснать, увидеть, эээ, вот этот, эээ, момент, момент, ээээ, того, что вы, ээээ, того, что вы, ээээ, что вы, ээээ, зеркла, и понять, что вот до тех пор, пока вы будете, ээээ, пребывать в этом, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ в этом состоянии, в состоянии жертвы, ну у вас вообще говоря мало что изменит, вот сюда будут находиться какие-то обсловательства, которые не будут позволять вам, ну как-то действовать сюда, которые не будут позволять вам как-то вот поступать, скажем так, и соответственно вы будете все время чувствовать себя так, как будто от вас вообще ничего не зависит, да, вот, поэтому одно из первых на что хочу обратить ваше внимание это на направление в сторону того, чтобы себя чувствовать направленность в сторону, того, чтобы себя ощущать направленность в сторону, того, чтобы, ну как-то вот лучше к себе относиться, чтобы учиться защищать и оставить свои личные, например, границы. Вот они у вас вне всякого осомнения лица, просто вы, как мне кажется, вы о них забыли. Либо вы о них забыли, либо вы просто вычислили, просто вычислили. Не, а вычислили, так мне будет проще. Хотя, на самом деле, да, ну, совершенно очевидно, что вам не проще. Вот. Совсем очевидно. Вот. Совсем очевидно, что вот это тяжело, это трудно, трудно. Вот. Но вы предпочитаете, как-то вот на это не потратить внимания. Возможно. Возможно. Только возможно. Ваш муж вам, ну, какое-то время, да, давал, давал что-то, ради чего стоило это терпеть. Ну, то есть, вот, вы мирились с какими-то неудобствами, вы мирились, там, не знаю, вы мирились с какой-то неприятной историей для себя. Ну, то есть, ради, там, тех благ, которые мог предоставить вам ваш муж. Вот. Ну, сейчас, сейчас, это таково, что частный суток перевешивает вам страшно, как мне кажется, вам страшно. Вот. Это, кстати, нормальная, нормальная история, что вам, ну, что вам страшно, абсолютно нормальная, что вы знаете, и так далее. Вам страшно посмотреть в новый рейнг. Новый рейнг, она немножко, немножко другая, да. Она немножко не та, к которой вы привыкли. Это реальность, в которой вы понимаете, прицепенно, что, ну, что, что вы делаете, ну, что, кого. Вот. Ну, вам страшно, потому что вы не привыкли жить под руку. Вот. Ну, я вот понимаю, на самом деле, я вот хорошо понимаю, ну, вот. Ну, мне кажется, мне кажется, что, вне зависимости от того, что вам нужно двигаться вперёд. Вне зависимости от этого, вам нужно двигаться вперёд. Да. Такая история здесь. И она, может быть, эта история неприятная, она, может быть, эта история негативная. Я прекрасно даю себе вот этот маршет, вот, в том, что это так, тем не менее. И вот для этого вам нужен психолог, чтобы в вашем путешествии, путешествии, научения, собираться на себя, путешествии, научения, ну, полагаться на себя, да. Что, чтобы в этом вам помочь, чтобы в этом вы не остались одиночны. Вот. А вы можете, к сожалению, вы можете, вполне легко можете оставаться. Вот. Мне об этом не хотелось. Вот. Именно так. Поэтому я, как бы, об этом вам говорил. Вот. То есть, вы стараетесь, ну, мне кажется, вы стараетесь жить вот в такой концепте, что ничего терять не хочется, или страшно что-то терять или не хочется. Вот. Но, к сожалению, чтобы что-то получить, иногда требуется что-то дать. Может быть, вы получите что-то просто так. Может быть. И хорошо, если так. Но, как правило, бывает, немножко по-другому. Вот. К сожалению. И у меня есть ощущение, у меня есть, вот, знаете, что-то такое сука сильно, да, что вы как бы не готовы, оказались не готовы. Вот. Это нормально. Я не говорю, что вы прям должны быть к этому готовы, но я не знаю. Вот. Я думаю, то, что сейчас происходит, по большому счёту, это, ну, вот, то, с чем вы сталкиваетесь, по сути, это дело. Вот. Это история, как мне кажется, это история о том, про что эта история. История о том, что вам нужно принимать решение, а вы боитесь, вам страшно. Вот. Но решение принимать все-таки нужно. И, вот, ключевой момент здесь заключается в том, какое решение вы примете. Потому что на вас его, ну, не примет никто. К сожалению, или к счастью. Вот. На вас, эээээ... Это решение, не примет никто. Вы можете принять его только сам. Это решение. Вот. А вот какое оно будет, это уже вопрос. Это вопрос, как мне кажется, это вопрос как раз таки вот как вам. Вот. Поэтому, ээээм... Поэтому, эээ... Мой ответ, ээээм... Мой ответ вам, он, ээээ... будет, наверное... Ну, такой мой ответ вам, ну, наверное, наверное, наверное будет, ну, плюс-минус, да, плюс-минус, таким, вот, поэтому я хочу, как бы, надеяться, что вы ко мне прислушаетесь, вот, если нет возможности, там, финансовые, да, то обратитесь в психологический центр, вот, как правило, а, как правило, психологические центры, они бесплатные, вот, вы можете, там получить помощь, ту помощь, ту помощь, которая вам, ну, сейчас, на данный момент нужно получить, может быть, ресурс для того, чтобы, ну, двигаться дальше, а, да, ну, что бы, ну, что бы, ну, что бы, а, удобраться на это, вот, вот, какие-то, Mad ellie, ну, что бы, ну, то, что, идея, то, что, Team, в принципе, принимайте решение относительно того, как вы будете поступать и что будете делать. Мне кажется, что это, что вы будете делать, что вы будете делать, что вы будете делать. Мне кажется, что на этом можно закончить. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы для себя сделаете какие-то выгоды. Надеюсь, что я получил какой-то ваш отклик на свой ответ. Всего вам доброго и удачи.